Всем привет мои хорошие, с вами Айка и сегодня у нас мукбанг, у меня обалденное настроение, сегодня утром мне подняли мое настроение, да и вообще в жизни надо мыслить позитивно и тогда позитив заполнится вашей жизнью, то есть будет все хорошо по-любому, просто других вариантов нету. Сегодня у нас бутерброды с шпротами, яичница, правда она получилась так себе, имбирь, сосисочки, тут мой любимый Дониссимо, вот такой большой размер, он чуть дешевле получается и пирог, ссылочка на пирог будет в инфобоксе, обязательно переходите, он просто офигенный, очень вкусный, с кислинкой, в общем я уверена, что вы зацените, он с вишней, как раз сейчас сезон вишни и пора готовить такие пироги. Давайте начнем, начнем с сосиска. Вчера в инстаграме переписывалась со своей подписчицей, иногда бывает, что подписчица отправит целую свою историю жизни, реально так интересно порой. Общаться с людьми, которых ты никогда не видел, не знаешь, а люди так много знают о тебе. Иногда бывает, я просто рассказываю какие-то секреты, общаюсь, это так мило. И вот девушка рассказывала про свои проблемы на работе, и вы знаете, что я поняла? Я поняла, что всем нам не хватает немножко позитивного мышления. Люди почему-то начинают ценить то, что у них есть, только тогда, когда они это теряют. То же самое здоровье, там, не знаю, близких и так далее. Просто нужно радоваться каждому моменту. Не нравится тебе работа? Просто уйди с нее. Найдешь другую. Я когда уходила с первой со своей работы, у меня аж, знаете, слезы. Вот настолько для меня это было прям вот нечто. А сейчас я понимаю хорошо, что так получилось, не правда ли? Со временем мы подходим так ко всем ситуациям. Проходит время, ты думаешь, хорошо, что так произошло. Я вообще, из числа людей, которые умеют слушать, я реально умею слушать. Например, подруги очень часто мне рассказывают про свои проблемы. Я могу часами слушать их, я там параллельно рисую, например, и разговариваю с подругой. Мне иногда подруги говорят, вот, Алька, когда тебе будет грустно, обязательно ты тоже звони мне и рассказывай все в подробностях. А мне реально очень редко бывает грустно. Возможно, это звучит из ряда фантастики, но это на самом деле так. Посмотрите, какой красивый бутербродик получился. Я шпроты очень люблю. С детства. Я помню еще, когда папа у меня работал проводником. Он покупал себе в дорогу шпроты, а мы с братом клянчили у мамы, что, пожалуйста, одну упаковочку откроют для нас. На упаковку консерву. И мы с братом наяривали, кто быстрее. Кто сможет съесть все это быстрее. А что, у папы были тушенки. За эти тушенки вообще тоже была война. Потом мама прятала от нас. В детстве я думала, вот я вырасту, буду зарабатывать деньги. Первое, что я сделаю, я буду кушать то, что я хочу. Каждый день буду кушать роллтинг, какие-то вкусняшки. Всю зарплату буду спускать на такие вещи. И плюс-минус моя мечта сбылась. Я просто сижу, кушаю на камеру и зарабатываю с этого. Видите, мысли материальны, поэтому нужно как бы мечтать. Скоро должна приехать третья моя серебряная кнопка. К сожалению, золотое у меня не о том. Но я прям поставила себе цель сегодняшнего дня. Я прям буду хорошенько работать над тем, чтобы получить золотую кнопку. Конечно, это произойдет не за год. Хотя фиг его знает. Может и произойдет. Не, навряд ли. Но я буду очень стараться. Но для меня сейчас мечта номер один. Получить золотую кнопку. Тут три серебряные. И ни одной золотой. Но в Ютьюбе как? Как только у тебя появляется 100 тысяч подписчиков, сразу тебе не отправляют кнопку. Сначала период проверки канала. Если канал действительно проходит проверку, и в результате нее, например, Ютьюб понимает, что ни один подписчик не накручен, а все подписчики реальны, и только после этого ты получаешь свою заветную кнопочку. Мне кажется, в Ютьюбе тоже можно накрутить подписчиков. Но если ты это сделаешь, потом у тебя будут очень жесткие проблемы. Вообще, некоторые, например, рассуждают, почему ты не говоришь про это, почему ты не говоришь про то. В Ютьюбе очень много ограничений. Вплоть до того, что, например, вы пишете какой-то комментарий, вы, возможно, его видите. Но Ютьюб, например, его блокирует. То есть, очень много правил сообщества. Например, нельзя говорить на какие-то политические темы, если у тебя не политический канал. Например, опять же, там, некоторые девчонки снимают распаковки, нам показывают, например, нижнее белье, например, на себе. За это тоже можно получить блок и так далее. Короче, очень много всяких таких тонкостей. Ну вот, в Ютьюбе. Поэтому надо быть предельно аккуратными. Как только я сажусь снимать мукбанг, сразу мама то включает пылесос, то у меня сосед снизу начинает ремонт. Все прям ждут тот момент, когда я начну снимать контент. Какой пирог вкусный. Сильно сладкое. Я не люблю. Вот здесь прям супер. Яичница, конечно, мне моя что-то не очень нравится. Но это деревенские яйца. Получилось так себе. Давайте попробуем сразу вот так. Ничего так. Есть можно. Недавно на улице встретила своих подписчиц. Они мне для бумажного канала приготовят коллекцию. У меня, правда, из Азербайджана очень небольшая аудитория. То есть у меня больше СНГ. Но все равно приятно, когда я встречаю своих подписчиков. Безумно приятно. Топ самых частых комментариев. Как ты столько кушаешь и не поправляешься? Вот если сейчас взять мой стол, есть буквально четыре таких малюсеньких бутерброда. Четыре-пять. Два яйца. Пару сосисок. То есть обычный рацион. Если вы, например, присмотрите, сколько вы кушаете. Просто я ем на камеру, поэтому кажется, это много. Я вам рассказывала. Однажды я похудела на 13 килограмм. И вот после этого, сколько я ем, я не поправляюсь. Как будто какая-то перестройка произошла в организме. Я могу и в 12 сесть поесть, и в час ночи обожраться прям. Ммм. Йогурт тоже схомячили. Девочкам, которые пишут мне в инстаграме, там по поводу своих каких-то проблем, просят советов и так далее. Один просто такой жирненький совет. Просто думайте, мыслите позитивно. Любите себя. Просто оглянитесь. Жизнь прекрасна. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. А с вами лайка. Пока.